Все это обстановка квартиры матери поэта. Старинный резной диванчик, кресло, бамбуковая этажерка. Эти вещи когда-то стояли на даче поэта в Подмосковье. А еще проигрыватель магнитофон с их помощью один из ярчайших представителей эпохи шестидесятников писал слова на музыку. Теперь в фондах музея будет храниться и домашний телефон рождественских. Он помнит голоса многих известных поэтов и друзей Роберта Ивановича. С этим чемоданом наш земляк ездил по всему Союзу и за рубеж. А вот и швейная машинка, которая принадлежала его теще, Лидии Яковлевне. У них сложились потрясающие отношения. Не случайно, по воспоминаниям дочерей, на этой машинке нашило платье для всей семьи. Эти и 80 других предметов передала на Алтай дочь поэта Екатерина. Благодаря этим предметам, которые вы видите в этом зале, конечно, мы сможем рассказать о всех обитателях этого счастливого и дружного дома. Шесть лет назад на родине Рождественского в Косихе уже открылся филиал музея нашего земляка. С тех пор пополнять экспозиции личными вещами поэта стала доброй традицией для его дочерей Екатерины и Ксении. Сотрудники Гмелика уже работают над дизайн-проектом новой выставки. Семья умеет хранить свою память. Если то, что мы многие называем хламом, для них это история семьи. Поэтому отношение к этим предметам самое трепетное, но самые строгие судьи – это как раз родственники. Экспозицию планируют открыть в Мемориальном музее поэта в дни проведения третьего литературного фестиваля Роберта Рождественского, который состоится в июне 2019 года. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости.